Продолжим изучение того, как можно выполнить повышение привилегий. Давайте теперь посмотрим с другой стороны. Не будем атаковать систему аутентификации, мы увидели, что такая возможность есть, а посмотрим на взаимодействие процессов между собой. Как только система работает, есть программы, которые в повышенном контексте работают. Вот, диспетчер задачи открою, процессы, от администратора, от пользователя, что-то от контекста систем работает. Сервисы, службы от системы работают. Мы можем попробовать уговорить службу выполнить за нас приложение. Тогда повысится такой контекст. Как это сделать? Для того, чтобы знать, как это сделать, надо понимать, как работают службы. Службы, вы наверняка знаете, это специальные программы, которые запускаются автоматически и что-то полезное делают. И когда приложением что-то от системы надо, они вызывают напрямую функции, а запрашивают эти сервисы, просят их помочь. И чем интересны сервисы? Они, видите, от имени системы работают, локальные службы работают. Поэтому администратор может управлять этими службами. Вот, например, служба факсов. Он может сказать стартуй автоматически или никогда не стартуй. Логинься как сетевая служба. Ой, ты тогда не сможешь где-то здесь прочитать факт, чтобы его отправить. Дай тебе от систем запускайся. Ой, можешь взаимодействовать с рабочим столом, если вдруг тебе что-то понадобится. Вот, где находятся вот эти все настройки. Как служба запускается, как она с кем взаимодействует. И самое главное, что она должна запустить вот это вот System32. Вот эта информация хранится в реестре. Откроем редактор реестра и увидим, что вся информация здесь в текущем наборе управления в службах расположена. Если я на службу факса посмотрел, то вот ее параметры. Вот она, FaxServices и вот параметры, как она должна работать. А что будет, если эта служба запустится, и мы скажем ей не факса отправляю, у нас все равно факса нету, а мы скажем ей выполни какую-то команду. Служба нам скажет, вот я вот этот вот EXE файл не настроен на то, чтобы выполнять ваши дурацкие команды. А на что ты настроен? Я вы настроен на то, чтобы принимать ваши вызовы по отправке факсов. Есть факс, который нужно отправить? Нет? Все. Ну, какая-то бестолковая служба. Мы сейчас другую службу начнем. О, IP Helper. IP Helper, помоги. Помоги мне выполнить команду. Ты как раз от Local System работаешь. IP Helper мне нужно. Он говорит, нет, я этим не занимаюсь. Если хочешь, я тебе с IP версии 6 помогу. И сетап, вот порт прокси. Давай, зови, когда будешь испытывать проблемы с IP версии 6, и я вот буду тебе тогда помогать. Не, мне IP версии 6 не надо. Ты мне в команду выполни. Не, не, не буду. Плохо. Ну, ладно. Сервер печати. Prince Puller. Ты давай запусти чего-нибудь. А он говорит, я печатать тебе помогаю. Есть что надо спечатать? Нет? Но, что будет, если пользователь сможет заставить администратора или хоть чуть-чуть выполнить коды, когда сможет подменить вот этот вот файл на свой собственность? Тогда будет выполняться его экзешка. О, не, он не сможет, потому что System32 с Pull.SV он не сможет его заменить. Его Windows File Protection по рукам он будет бить. А если он в реестр залезет и здесь скажет запускай не вот этот факс-сервис, а мою командную строку запускай, тогда будет, естественно, так, как он хочет. Но его в реестр никто не пустит, потому что здесь права на реестр есть. А если пользователь собственный сервис установит, и этот собственный сервис будет запускаться и что-то делать, а обычный пользователь не сможет сервис установить. То есть нужно сделать какой-то шаг, чтобы эту задачу вот хоть как-то выполнить. Либо файлик подменить, либо запись в реестре подменить, либо собственную службу установить, и тогда получится повышение привилегий. Но если у вас есть разрешение, либо в каталог газирежит файл с сервисом, это не обязательно Windows System 32 может быть, может быть что угодно, либо в реестр можно что-то записать, либо если можно какой-то сервис установить, то тогда можно и привилегии повысить. Вот ярким примером вы можете повысить привилегии до системы, играясь с сервисами. Но как? Допустим, я знаю, как это сделать, и сейчас скажу, не запускай принц-пуллер, запускай командную строку. Что мне система скажет? Давайте попробуем. Вот не будь принц-пуллером, спулл-св, не надо, не запускай. А запускай мне, где-то у тебя написано, что запускай мне командную строку. Попробуем, мы же учимся, мы же ничего не теряем. Печать. Вот, спулл-срв. Вот все то же самое, только CMD-exo запусти. И все будет как надо. Проверяем. Да, CMD-exo запускается, даже может взаимодействовать с рабочим столом. Ну-ка, запустись, принц-пуллер. Говорит, не умею. Командная строка, оказывается, не умеет запускаться в качестве сервиса. Понятно, да? Что просто так, можно не бояться, что тут кто-то что-то подменит. А вот спулл-срв, вот он умеет выполняться, запускаться, вот он умеет. А CMD не умеет. Но, это небольшая проблема. Существуют программы, существуют сервисы, которые умеют запускать программы по поручению пользователя. И сами, естественно, как сервисы умеют запускаться. Написать программу, которая умеет как сервис запускаться, вообще ничего не стоит, это не сложно. А чтобы этот сервис ни факс не отправлял, ни печатал, ни IP-хелпер, ни помогал, а просто мы ему скажем, слушай, запусти чего-нибудь. И он будет запускать. Такое есть. Теперь, такая программа даже существует. Такая программа существует, и я даже вот ее нашел, скачал. Находится она в дополнительных инструментах, называется H4 работает до сих пор. Хотя с двухтысячного сервера вот H4 getadmin вот такой сервис есть. Вот сюда извлеку его, и он говорит, я могу вот как сервис запускаться, могу находиться. Ну вот я могу заменить любой сервис, могу сразу как сервис установиться, и тогда все, пожалуйста. Давайте попробуем на H4 посмотреть. Захожу в эти тоусы, и там, где у нас вот этот H4 гетадмин сервис, я возьму его вот себе куда-нибудь локально скачаю. вот этот сервис, здесь вот у меня есть. Открою командную строку, зайду в инструменты, и вот install, remove, debug, может стать отдельным сервисом, а может можно ему сказать, знаешь что, не надо cmd.exe, вот этот H4 вин32 вместо себя установи. И так, и так можно. Либо ключ реестра меняете, говорите, существующий спойлер, давай впредь вот этот H4. Либо, видите, как он умеет, я могу прямо как сервис установиться, и H4 сервис уже установлен. Да, чуть-чуть палец отдельный сервис, вот он H4, сейчас мы его найдем, но зато нагляднее, что оказывается любой сервис можно поставить, и вот он вот, запустить его можно. Да, он запущен, с ним работает. И точно так же, что в нем написано, вот, я его исполняю, я от локальной системы работаю, взаимодействовать с рабочим столом мне и не надо, я умею запустить приложение, которое будет взаимодействовать с рабочим столом. хотя можно галочку поставить, там лишним не будет. Точно так же я мог вместо спулера, вместо факса его подсунуть, он бы работал как сервис, я мог бы его даже спуллсрв назвать, не называл бы его H4. Хорошо, давайте пойдем дальше. Будем читать мануал этого H4, там документация есть на H4, такая старенькая, старенькая. Он говорит, когда вы установите сервис, то он, смотрите, как будет хорошо уметь. старт, и запускайте. Еще со времен WinNT написали эту утилитку. Еще 2000-го не было Windows, Windows NT была, и тут же ее написали, она до сих пор работает и в семерке, и даже в восьмерке работает тоже. Ну-ка, попробуем последовать советам и скажем, ну-ка, H4 WinSRV, давай-ка, ты не говорила мне, что умеешь что-то запускать, но я в мануале прочитал, что ты умеешь что-то запустить, и запусти-ка мне команду CMD EXO. Ну, ничего не происходит. Ну, как же так? Вот, CMD, EXO, давай, ты в 2003-м так умело знаете, полный путь пропишу. Не запускает. Дело вот в чем. Семерка, она продвинутая. Она говорит, у нас все отдельно, и у нас теперь сервисы, они изолированы от рабочего стола пользователя. Если вы хотите с сервисом взаимодействовать, вы ему что-то отправляете, он у себя там что-то будет шуршать, а вот это вот, чтобы он с вами взаимодействовал, такого не надо, у него будет отдельный сеанс, с которым он будет разговаривать. понятна, да? Поскольку такая защищенная система, она не дает напрямую этому ХИ-4 чего-то выполнить. но, знаете, это обходится. Дело в том, что система не может сервисы оставить вообще без контакта. и здесь есть служба, которая отвечает за определение интерактивных сервисов. Вот, интерактив, сервисы, детекшен. То есть, если есть служба интерактивная, то она ее определяет. Но, если я уж умудрился подменить один сервис, то запустить этот сервис я тоже смогу. Раз уж я зарулил сервисом, вот ХИ-4 поставил или что-то там подменил, то вот эту службу я тоже, естественно, с теми же правами, зная, могу запустить. Ну, тогда как тут снова пытаюсь этот ХИ-4 запускать. А он чего мне говорит. Посмотрим. Ну, да, я вот здесь вот нахожусь. Можем остановить. Может, будем запустить. Вот, он может сказать, что я там пытаюсь запустить тебе ЦМД, и вот через эту службу взаимодействия с сервисами я могу с вами разговаривать. Знаете, что у меня появилось? Interactive Services Sdetection. Что такое? Тебе программа хочет что-то сказать. Display Message. Показать тебе этот месседж сообщение? Да, желаю, желаю посмотреть сообщение. Говорит, смотри, какое у тебя прекрасное сообщение. Я имею Context System. Да, пусть не так шикарно я поднял привилегии, чтобы прям интерактивно взаимодействовать, но у меня есть командная строка, я в Context System все что угодно могу делать. Все, хакинг кончилось, началось администрирование. Что я с командной строки могу сделать, то могу. Ну, дальше уже можем так вот пытаться проверять, а редактор реестр, ты можешь отсюда запустить? О, редактор реестра можешь запустить? О, диспетчер задач можешь запустить? О, диспетчер задач, так правильно его напишу. Что, не смажался, что ли, клавиатура. О, диспетчер задач. О, так я могу любую задачу теперь запускать. Ну, в общем, разгулялся, да, хоть Explorer запускай, в контексте System я сижу. Видите, как лихо поднял привилегии. Более того, H4 такая интересная служба, что она может взаимодействоваться абсолютно с любым пользователем. Вот вообще любой пользователь, самый обыкновенный Мурзик зайдет, если там он знает, что работает это H4 и умеет вот так ее позвать, тут же получит Shell и совершенно прекрасно в контексте System будет работать. А у вас сколько компьютеров в организации? А вы за всеми следите, какой сервис не подменился или там ничего? Никак. Есть еще один момент. Можно не H4 использовать какой-то хакерский инструмент, а можно использовать SRVN, который Microsoft в ресурските. Вот видите, Download Center, Windows Server 2003 ресурс kit, я нажал Download, я его только что скачал, и там в этом Download есть есть вот этот вот SRVN. Идем в Tools и тут вот я ресурс kit скачал, положил в additional hacktools, хотя какой-то hacktools, это ресурс kit, Microsoft написали. Вот SRVN, она говорит, я все что угодно запускаю как службу, а то командная строка не умеет же у нас запускаться как служба, я хочу сразу командную строку и наслаждаться вот этим делом. Ну, мы говорим, ладно, сейчас мы тебя устроим. Главное, нам заставить администратора выполнить скриптик, который вот эту SRVN вставит вместо службы, которая работает. Вот, например, запускается какая служба? Служба факса. Вот, она у нас есть, она никому не нужна, в жизни никогда не запускается в мануале по дефолту. Так, она в семерке есть, в восьмерке. Даже если вы ее запустите, она вам скажет, что ты меня запускаешь? Какой тебе факс? Не буду работать, мне тут делать нечего, у тебя нет факсов, чтобы принимать, отправлять, ни модемов, ничего, что я буду работать? Останавливаюсь. Никто ее никогда не запускает, на нее внимание не обращают, она в мануале сидит, не работает. Я говорю, о, то, что надо. И кто-то там у нас, ты у нас факс сервис. Допустим, я либо физический доступ получил, либо администратора заставил выполнить команду, чтобы он скопировал вот это вот срв-энни в этот вот факс сервис. Пишу копия срв-энни куда? В факс сервис. Я смогу ее перезаписать, она сейчас не работает, не занята, но так сразу не смогу. Она скажет, что не может ее перезаписать, потому что тебе access deny. Как? Я администратор, как мне access deny? Ну, мы же семерка, восьмерка, мы же крутые, у нас защищенность большая. Несмотря на то, что администратор, все равно нельзя. Чему нельзя? Разрешения у тебя нету. А, разрешения нету, ну, я же умею CAC-LS использовать. Сейчас дам себе любые разрешения на эту службу. Давай сейчас посмотрим, какие у нас разрешения на вот этот вот файл, который я собрался атаковать. О, видите, администратором только смотреть. Я могу сказать, ну, я администратор, я сейчас я поставлю full control. Не поставишь, ты не владелец. Как не владелец? А кто владелец? А владелец вот этот доверенный установщик. Он только что-то может делать. Но я же, если администратор, хоть на одну секундочку, я совершенно спокойно могу стать владельцем любого объекта. Правильно? И говорю, ну-ка, теперь я здесь владелец, и владелец я вот этого файла. Хорошо? Система говорит, хорошо, теперь ты владелец. А теперь я говорю, где я там, CACLS, и говорю, дай-ка я дам всем пользователям, буду таким добрым. Ну, понятно, что в реальной жизни я буду там элегантнее писать, что администратор нам только дам, там еще чего-то, как-нибудь вот так вот дам. Даже я могу, если буду скрипт писать, вот так вот прописать, что не спрашивай yes, no, да, вот, вы уверены? Да. И теперь я дал всем права. У всех полный доступ. Правильно? И где я там писал попытку копирования, вот это вот, да, тоже с ключиком yes, файл скопирован. Понятно, да, что в реальности это будет происходить одну секунду. Батничек выполнился, быстренько завладели, CACLS, быстренько скопировали, да, и тут же продолжаю писать свой скрипчик. Скрипчик пишу, сконфигурирую теперь вот этот сервис fax, чтобы он работал от имени локальной системы и тип интерактивный режим, чтобы у него гарантированно был. Вот так вот. Ну, это уж дело, конечно, такое, что можно конфигурировать, конечно, и так. Вот эту галочку поставить, local систем, да, это уж я хочу вам показать, что лазать вот сюда не надо. И сюда тоже лазать не надо, чтобы этот fax конфигурировать, потому что когда хакеры реально атаку готовят, он готовит батничек и говорит, завтра еще и после обеда скажу, как это сделать, чтобы администратору сказать, запусти программку, а она запустится, и вот не надо реестр открывать, вот и все, чего-то, зачем? Вот куда вот сюда надо что добавить? У нас есть прекрасная команда reg, reg, знак вопроса, вот, как мы можем все добавлять, конфигурировать, какой же хакинг? администрирование, добавь вот сюда, ну вот, как он тут называется, да, services, fax, параметры добавь, чтобы когда ты srv.any будешь запускаться, допусти, запусти мне приложение, которое находится destination вот по этому пути, да, еще и force поставлю, тоже сконфигурировал, это все равно, что я зашел и факсу сказал, когда ты будешь запускать, параметры у тебя пусть будут вот такие, ну вот сюда вот, потому что это будет srv.any а srv.any когда запускается, она говорит, что там тебе запустить, ну, единственный еще момент, надо дать разрешение любому пользователю вот этот факс запускать, потому что по умолчанию может быть у любого пользователя службу факса запускать нельзя, ну, есть утилитка, снова Sabinacle, тоже дадим всем аутентифицированным пользователям право, и точно так же scconfig ui0detect все сконфигурируем, и потом что получается, что если мы скопировали файл, там находится srv.any srv.any ты вот как работаешь у него спросим какой у него синтаксис будешь им подсказывать так ну, говорит нет давайте мне приложение вот не прописались параметры что ли, вот так пропишу, скажу, что запускай приложение ну вот имею такой же эффект кто я есть я в систем получается что делает пользователь пишет такой скриптик как я писал только это все оформляет и говорит значит быстренько администратор вместо факса поставь srv.any сделай там параметры чтобы запускалась командная строка этим srv.any в контексте систем оно будет потом вот этот ui0.detect интерактивную службу тоже запусти и мне дай права запустить этот факс вроде бы все ничего вы сидите все у вас прекрасно никаких подозрительных служб нету но когда запускается служба факса запускается вот такая прелесть командная строка и пользователь имеет shell вы можете и себе такое shell иметь так на всякий случай знаете вдруг там чего так у вас запасной ход посмотрели как можно повышать привилегия через сервисы впечатления какие вопросы но видите что я выполнял какие команды я в реестр что-то пытался писать но кто имеет право например вот в этот ключик писать давайте проверим разрешение permissions администраторы юзером только смотреть то есть это должна либо другая служба сделать либо это должен администратор сделать чтобы в реестр записать либо имея физический доступ сюда что угодно можно писать оффлайновым редактором реестр то есть это не сказать что прямо уязвимость кода это повышение привилегий за счет того что можно как-то хитро систему переконфигурировать и выполнять приложения которые все-таки у вас хоть чуть-чуть права выполнить есть потому что есть много программ которые выполняют какие-то приложения но кто вам разрешит этот remote access на другом компьютере если у вас прав нет конечно у вас хоть какие-то права быть должны но повышая привилегии можно повысить привилегии можно за счет того что выполнить какое-то приложение могу показать еще один момент по поводу повышения привилегий даже давайте чтобы было веселей windows 8 попробуем я запускаю windows 8 у меня вот есть пользователи 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 админ администратор что происходит когда мы входим в систему когда мы входим в систему мы можем здесь только вводить логин пароль все больше ничего не можем мы можем только еще вот здесь выключить и можем вот что-то вот здесь запустить а вот раз это можем запустить то все расширяется поверхность атаки вот видите здесь есть какая-то клавиатура здесь вот запускалка тоже какой-то exe файл которая мне менюшку показала вот это вот он screen keyboard это тоже какой-то файл osk exe он вот тут запускается вот все что я могу запустить не захотя в систему запускается в контексте безопасности в каком естественно в контексте систем правильно стало быть это можно атаковать если у вас есть физический доступ или если вы можете воодушевить администратора подменить вот эту вот клавиатуру вашей командной строкой а это как сложно сделать то же самое тэйк тэйк вот этого вот c windows system 32 osk exe вот так стали владельцем но надо конечно если из командной строки тут же юак с этим борется надо чтобы привилегии повысить либо без юака либо вот так теперь когда мы osk завладели скажем да в ответ на запрос изменить через утилиту seac.ls на вот это вот windows osk exe разрешение дадим всем подряд пользователям полный доступ но это все равно что в графическом интерфейсе там я зайду свойства permissions да вы уверены я сказал сразу да ну и теперь скопируем скопируем вот этот вот osk куда-нибудь в osk 32 system32 osk32 ну забэкапим его лишний раз и скопируем нашего cmd exe cmd exe в нашу osk exe даже вот так то есть если выполнить такой батничек с этими командами на любом компьютере то вы получаете замечательный бакдорчик вот так вот выходим из системы заходим там обратно вот сюда пароль не знаем или знаем но пароль там обычно юзер мы запускаем клавиатурку прикольно так легко и просто я повысил все привилегии на доучетные записи систем даже систему не заходя да надо чтобы это выполнилось чтобы было это чуть социальной инженерии троянчики бакдорчики это будет тема отдельного разговора но существует возможность повысить привилегии не за счет того что администратор что-то сделает а за счет багов программного обеспечения называется локальный эксплойт и такие эксплойты есть для семерки для восьмерки но они бывают в разном состоянии есть эксплойты которые были на них уже вышло обновление выставить пропатчили все уязвимости нет есть эксплойты которые есть есть эксплойт нашли все ура и вендор эксплойт нашли срочно срочно патч писать сейчас подождите денек другой сейчас мы пишем пишем патч сейчас будет 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 а есть эксплойты о которых вообще никто не знает но они есть и только самые продвинутые хакеры этим пользуются давайте я вам покажу эксплойт на семерку но этот эксплойт на семерку без сервис пака она у нас с сервис паком сейчас поэтому на реальной машине не покажу кстати вот повышение привилегий в ридинге очень так вот неплохо здесь вот различные батнички как в автозагрузку можно скрипт поставить администратор зайдет во автозагрузке играет скриптик какой играет скриптик скриптик говорит положи в реестр вот это вот экзэшничек чтобы он сильно не мелькал и вот когда пользователя зайдет пусть выполнит там какую-то команду вот я был пользователь пусть он меня сделает администратором ну и еще там что-нибудь потом мы пишем скриптик которые это в автозагрузку заходит администратор на компьютер в автозагрузке играет скрипт в контексте администратора администратор зашел вот он выполнил поэтому если компьютер делят разные пользователи то такое тоже может быть но я не к этому я к тому что вот здесь вот видео наверное еще не будет играть скажет кодек там надо поэтому лучше даже вот так посмотрим и что придумали ну давно еще мс11011 уязвимость сказали обнаружили что какая-то функция которая здесь вот в контексте системы работает обращается в реестр при этом когда в реестр обращается не проверяет что там написано а обращается к ключикам куда пользователь отсюда все что угодно может писать понятна логика да так вот они написали exploit даже код вам дают хотите вот компилируйте сами смотрите они говорят мы вот это значение в реестр записываем а потом вот эту важную функцию вызываем она лезет в реестр а там переполнение буфера она выполняет то что мы туда написали а мы там написали shell системный нам открой ну и чтобы кодек не ставить я наверное вот так вот проще ее найти на ютюбе ну как мс11 011 да все обрадовались когда вышла семерка говорит вот windows uac 0 дэй еще патча нет даже вот так чтобы было виднее мы все скомпилировали вот пока экзо назвали он у вас лежит единственный момент что это windows 7 должна быть сервис паки один уже академический пример вот все сделали обычный пользователь заходит вот смотрите кто я такой я самый обычный пользователь там юак включен я обычный да стандарт юзер вот даже его назвали ну можно и сид посмотреть и все он говорит а мне вот пок и кто я теперь я теперь систем кто виноват система виновата сейчас виновата сейчас не виновата кто пропатчился тот молодец а вот помните мы security lab ходили вот идем security lab а есть какая у нас уязвимость где там вот чего и нас встречают восхитительной новостью нам говорят слушайте есть такое 0 day exploit которые microsoft сама не ожидала что у них есть такое там уязвимость на уровне драйвера идем local exploit смотрим вот cve 2013 36 60 cve 2013 спрашиваем где тут чего буквально вот он июнь июнь обновление вышло не обновление не вышло exploit вышел как exploit вышел обновление должно сначала выходить кто не пропатчился тот значит виноват нет обновление еще не вышло 0 day exploit опубликовали позволяет повышать привилегии потому что windows со времен nt со времен nt и до windows 8 до windows 8 включительно вот когда вот работает там вот какие-то функции 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 одна из функций что-то там себе не проверяет буфер переполняется выполняется любой код который юзер скажет хакеры это обнаружили написали бесплатно раздают exploit вот вам код вот вам все уже скомпилировали кто не умеет компилировать а умеете компилировать тогда вот вам код в открытый доступ все выложили сюда вот вот смотрите 0 day exploit c ой извините прежде чем компилировать пришлось anti-status header закомментировать а то не компилировался он у меня но в общем был вот такой в открытом виде exploit он говорит вот смотрите я вызываю такую функцию функция что там делает функция переполняется любой код выполняется мне интересно рассуждать я по образованию еще программист у меня разработка программного обеспечения тема диплома конечно я на си программы писал мне это хорошо смотреть какая тут функция если вы не программист то конечно вам этот код мало о чем будет говорить а быстренько изучить вы не сможете этому надо годами учиться но судя по размеру да это даже на курсовую работу не тянет тут мы примерно контрольные работы писали когда учились программирование там на низком уровне как там чего они написали такой вот коды когда они обнаружили что какая-то функция что-то там не проверяет передачу и все скомпилировали и они говорят вот он 0 day 1 вот оно тут вот все и прям в открытом виде и прям вот все видео и все на свете вот смотрите я вот тут exploit я вот его скачал 2013 3660 я вот на вот все что-то запускаю я вот тут вот на все обновления все windows у меня полностью обновлена семерка там стоит какая-то у него вот я пишу вот этот вот скомпилированный exploit вот я был там обычный пользователь и теперь вот тут что-то делаю он мне повышение прав делает Microsoft это со времен NT у тебя вот такой вот на драйвере в нулевом лице баг то есть со времен NT любой юзер мог повысить привилегии до системы ну что вы переживаете мы сейчас вам напишем патч вы сейчас обновитесь и все будет в порядке и у меня сразу такой вот вопрос а может быть есть еще какой-нибудь потенциальный 3661 который еще вообще никто не знает и хакеры не признались что оно есть и пользователь я вот могу вот сказать вот он 0D1 я допустим сижу с самым обычным пользователем ну не поленюсь перелогинюсь поленюсь не перелогинюсь по всякому пробовал говорю вот 0D1 как тут тебе он говорит знаешь что 0D1 это ты вот так что хочешь то выполнится ну давайте по честному поиграем я вот поближе вот сюда в тулсы положу и есть у меня тут самый обычный пользователь вот есть у меня самый обычный пользователь вот мурзик да ну нет мурзик не честно он уже имеет какие-то привилегии нет юзер выйду и зайду как самый обычный пользователь в эту вот систему вновь созданную теперь теперь пользователь орды запускает командную строку говорит дай-ка я создам пользователя access denied естественно ни пользователя создать ни в локальную группу себя не поместить access denied все правильно но у него есть этот 0d exploit может конечно сегодня уже вышло обновление 0 day 1 exe как там тебя писать а что пиши команду что хочешь и все допустим пользователя создадим пользователь hacker ну я попробую на мануале написано извините может первого раза не получится второй раз запустите ну я попробую Бывает, еще раз создадим, может быть испугался знаков доллара, так запустим, потому что системный вызов функции он должен угадать на кум адресе, расположен, с первого раза вполне может не получиться, со второго раза получится. Пользователям можно создавать его, добавить в группу локальных администраторов, дай себя локальным администратором сделаем. Опять-таки, это компиляция, различные версии ходят, сейчас пойдете по форумам, говорят, вот exploit выложили, на exploit.db лежит. Компилирую, не компилируется. Я чуть-чуть так изменил, скомпилировался, вот у меня работает. Я чуть-чуть так изменил, скомпилировался, у меня так работает. Эта версия там на такой-то системе работает, на такой-то системе не работает. Это уже не принципиально, что где-то на какой-то системе какая-то версия заранее скомпилированная не сработает, согласитесь. Важно, что есть сам факт, что найдена уязвимость, есть exploit, и вот здесь где-то вот кто-то уже говорит, вот смотрите, как вот у меня работает, семерка, dcve, 3660, вот где взять, здесь или здесь или здесь, ну конечно мы так попали, потому что пройдет какое-то время, выйдет обновление, все обновятся и снова. Так просто повышение привилегий возникать не будет. Но сама идея, что такое есть, можно повысить привилегии за счет уязвимости в программном обеспечении, это конечно проблема для администраторов. А вот это кейлогеры, оно всегда останется, потому что если можно поставить кейлогер и все, что вы будете записывать, то конечно да, вначале там социальная инженерия, но допустим есть вот такой вот 0d exploit. Допустим пользователь говорит, я вот сейчас вот этот кейлогер тебе запущу, с повышением привилегий одну команду сделаю. Потом все, система полностью контролируется. Как работает кейлогер? Ну естественно, что раз есть какая-нибудь переключала к клавиатуре, которая перехватывает, что мы набираем и переключает раскладку, соответственно он может и записывать, как вот делал это фейковая джина. Очень большое разнообразие всяких кейлогеров, платных, бесплатных, существует для Windows и не для Windows. Ну что далеко ходить? Вот я поставил пункта switcher. Тут уже встроен кейлогер. Называется аккуратненько дневник. И вот теперь я поставили галочку ok. Все, все хорошо. И я начинаю выполнять различные коммуникации. Дай-ка в почту зайдем. HTTPS. Все секьюрно. Адрес электронной почты пишем. админ. Всего гугла. Пароль. Очень сложный. Начинаем вести секретную переписку. Ну, понятно, да? Потом идем в этот дневник. Открыть дневник. О, все, что я вводил. Это я в блокноте вводил. Была переписка. Это я в MSQ вводил. Это еще где-то вводил. Это я в Internet Explorer вводил. Ну, о чем тогда разговор? Зачем что-то взламывать, вычифровать все, когда можно поставить кейлогер. Все, что вводилось. И информацию. И все вот так вот видеть. При этом, естественно, ни один антивирус ничего не скажет. Ну, переключал. Какой кейлогер? Это дневник. Если мы напишем программное обеспечение, которое будет не просто клавиши записывать, а периодически скриншоты делать и складывать, куда мы скажем. А потом файлы, которые вы открываете, тоже складывать, куда мы скажем. Почему просто складывать? Давайте на e-mail сразу отправлять мне на FTP-сервер или еще куда-то на веб-сервер. Почему бы нет? Запросто побежим куда-нибудь, отправим все. Вот существует масса кейлогеров, которые и клавиши записывают, и все, что угодно делают. А то бывают вообще аппаратные кейлогеры. Кейс же хостком. Не поленитесь, зайдите, увидите, что они продают вот такие вот штучки, стоят там несколько десятков долларов. Вставляется между клавиатурой и системным блоком. Естественно, никакой антивирус ничего не определяет. Все, что идет между клавиатурой и компьютером, аккуратненько сюда записывается. А там флешечка. Чем больше объем, тем дороже. Ну, мегабайт, два, ну, текстовая информация, что-то много надо, что ли. А потом, если присмотреться, там вот сбоку есть маленькая дырочка. Его подключаете через USB, и он определяется на компьютере, как какой-нибудь маленький диск. Пусть размером в мегабайт, но там лежит файлик, вы можете его прочитать. Злоумышленнику нужно всего лишь приобрести вот такой аппаратный кейлогер. Можете в гугле написать, а теперь в России. С доставкой, подешевле. Потом на 5 минут подойти к компьютеру, воткнуть его. И потом подключить к своему ноутбуку, посмотреть, что там начальник печатал. Цена вопроса вот на этом сайте. Усилие получить физический доступ на чуть-чуть в начале дня, а потом в конце дня. Все. А потом, говорит, даже улучшенные. Вот еще кейлграбер. Мы еще лучше сделали, еще хитрее, еще незаметнее. Конечно, это проще, что 5 минут подошел, ушел и стянул. Все. С точки зрения безопасности, это опасно еще больше, чем 0D exploit. Потому что 0D exploit мы обновились и все, а здесь постоянные угрозы. Вы же не можете гарантировать, что у вас вот такая штука где-то на вашем компьютере не стоит. Вы проверяли, когда садились? Не проверяли. Я тоже за себя не могу сказать. Может быть, я вот там пока пришел, кто-то пораньше пришел, вставил мне все мои пароли, все мои защищенные учетки и фейсбук, и все на свете сейчас вот на этой штучке. А я вечером уйду, а вы вытащите и скажете, о, как хорошо. И все. Так это мне надо было вытащить, проверить. Никто не проверяет, никогда. Угроза серьезная. Поэтому вот вроде бы просто элементарно, и вроде бы слушайте, это же не серьезно, это надо хакать, это надо драйвер ядра, это надо понимать, как там система. И не надо ничего понимать. Сколько стоит? 100 долларов? Ну, с доставкой, да, 150, давай улучшенную модель. И сколько стоит найти правильный штырек и воткнуться между клавиатурой. То есть угроза очень серьезная, а ущерба больше, чем от всяких 0D-эксплойтов. Но если с физической безопасностью хорошо, то тогда смотрите, сколько есть типов шпионского программного обеспечения. У вас даже лабораторная работа. Вот запустите какую-нибудь шпионское программное обеспечение, настроите и будете получать вообще все. Скриншоты, кто куда пошел, какой файл открыл, что напечатал, с кем вайски поговорил. Хотите музыку, буду записывать, которую слушал. Хотите видео, если все, что показывается, тоже буду все делать. Что распечатывалось, буду все записывать и еще аккуратненько буду отправлять, куда скажете. Естественно, буду скрываться, ничего не видно будет, все изменю. Правда, естественно, это будет штука платная. И тогда можно сказать, ребята, что вы делаете? Вы распространяете такое шпионское программное обеспечение, которое почту, интернет, все контролирует? Еще продаете в открытом виде? Мы за детьми следим. Мы все легитимно. Помните, союз меча и орала. Если что, скажу, помогал детям. Все. И не придерешься. Мы за детьми следим. Так за какими детьми? Это то же самое, за начальником можно следить? Нет, мы для того, чтобы следить за детьми, это придумали. О, даже так и называемся. Child monitoring. О, за детьми надо следить, а то как бы они неприличную картинку не посмотрели в интернете. Отдельно шпионское программное обеспечение может быть на USB. Слэшечку воткнули, авторан играет. А что он делает? А давай-ка он быстренько оббежит, что он у вас на диске C и все текстовые файлы себе запишет. Давайте. Можно так. И наоборот. С этого USB автоматически вам какой-нибудь кейлогер подставит. Да? Давайте. А это сложно такую программку записать? Конечно, не сложно. В общем, тоже к шпионскому программному обеспечению относятся. И эти и голос, и видео. То же самое, что нормальное программное обеспечение. Только если у вас какой-нибудь продукт, который записывает видео и аудио, то он у вас тут фигурирует. И он вам говорит, слушай, я записываю. Вот так вот. Запись веду. Уже час записываю. А то давайте он будет вот так вот все записывать, все это не будет показывать. Где-нибудь спрячется. И автоматически будет запускаться. Все то же самое. Остается только чуть-чуть изменить. Вот сразу это обеспечение в шпионскую продукцию превратилось. Ну, поэтому его столько много. Есть много нормального программного обеспечения, которые за принтерами следят за всем. Ну, а сделать silent режим, чтобы быстренько никого не беспокоить, автоматически все записывай, куда-то отправляй. Подправить там несложно. За мобильными телефонами про это отдельно. Разговор тоже можно следить. Даже вот, mobilespy.com. Давайте зарегистрируемся, чуть денежек заплатим, и мы будем иметь такую информацию. Во сколько, какой звонок, куда, какие смс-ки прямо через веб-интерфейс. Ну, такие программные продукты, которые из GPS работают, и с телефонами тоже. Ну, и так знаете. Вот найти айфон программка есть, у вас стоит. Тоже можно сказать шпионское программное обеспечение по аналогии работающие. И это прям все, все сайты, сайты, зайти вам все продукт, продукт. Да? Да. А как защититься от кейлогеров? Теперь, когда мы осознали, что это так страшно. От аппаратных, понятно, я теперь каждый день буду проверять, чтобы мне не подсунули аппаратный кейлогер. А от программного, как защититься? Есть анти-кейлогеры. Зимана анти-логер. Поймает все ваши кейлогеры. Ну, давайте вот так вот посмотрим, где у нас тут джина. Здесь я вроде ставил, да? Вот он, видите? Пас-лист. Вот он кейлогер, да? Ну-ка, этот зимана кейлогер мы сейчас установим и проверим, как он хорошо поймает нам наш кейлогер. А можно попробовать зимана кейлогер? Это анти-логер поставить на машину, на которой пункт-свитчер. А вот безобидная программа, которая попадает в перечень запрещенной. На пункт-свитчер даже поставьте. Да. Тоже можно. Я не поставлю на хостовую машину, но вы увидите, что будет, когда я вам сейчас покажу. Вот. Увидите, да? Шпионское всякое программное обеспечение и такое, и такое, и такое. И аудио, и десктоп. Да, много всего. То есть, смотреть не надо смотреться. Но тут принципиально-то, что, первый раз запустили, настроили, сказали, все, спрячься, и когда надо будет, я тебя позову. Нажму Ctrl-Alt-Shift-M. Или вообще ничего, просто работай, мне шли информация. Она может быть и для Windows 8, для 7, для всего есть. Единственное, что она может говорить, я платная, пока денег не заплатите, не буду прятаться. Вот так вот. А теперь анти-кейлогер. Вот эта вот зимана, она нас спасет. Скопируем. Все вставим в эти вот тулсы к себе. Обычно с этой зиманой идет специальная программа, которая говорит, я пробная программа, анти-кейлогер очень хорошо этот пробный кейлогер ловит. Я охотно верю, что он специально разработанную для анти-кейлогера программу ловит. Ну, посмотрим, как он будет справляться с этими, с настоящими кейлогерами и с тем же пункто-свитчером, как он справится. Мы успешно установили анти-кейлогер. И теперь все у нас хорошо. Анти-кейлогер. Во! Прямо его запустили. Ну, я теперь на страже. Активировался. Теперь уж мы защищены. Было написано, теперь ваш компьютер запрещен. Можно там включать-выключать. Ну, зачем? Вот, enable all. Все модули включены. Все хорошо. Проверяем. И загружаемся. Ну, чтобы совсем все было по-честному. Чтобы он на всех уровнях прогрузился. Проверяем. Да. Продолжаем. Пароль наш благополучно здесь осел. Мы теперь защищены, особенно не защищены. Допустим, ладно, появился хакер с этим анти-кейлогером. Говорит, я вам сейчас всуну еще один кейлогер. Вот какой-нибудь там Actual Spy. И хочет нам установить вот такой вот Actual Spy, чтобы за нами актуально шпионить. Мы его запускаем. И он говорит, я платный. Мы говорим, окей, 40 минут только буду мониторить, чтобы вы могли оценить возможности. Я говорю, хорошо. Ну и любая программа, ну просто я первую попавшуюся взял, она обязательно имеет настройки. Настройки. Что делать? И я вот говорю, логи складывай сюда, отправляй их туда. Значит, клавиши записывать? Записывать. Скриншоты делать? Делать. Как часто делать? Каждые 5 секунд делать. Хорошо. Курсор снимать? Нет, курсор там не надо снимать. Хорошо. Приложение следить? Следить. Что в буфере обмена следить? Следить. Что на принтер? Записывать? Записывать. Файлы записывать? Записывать. А потом куда отправить? Давай, отправь на e-mail. Какой у вас адрес есть? Почтовый сервер? Давай идете. А, давай по локальной сети прям отправим. Я знаю, есть компьютер teacher, там есть папка mail. Все туда. Давай гони автоматически. Когда? Как часто? Отправляй. Каждую минуту. Каждые 2 минуты. Что там будет, то давай. Ну, к примеру, настроили, старт мониторинг. Ну и все. Нам еще бывает режим агрессивности, что там ты спрячешься, по какой-то клавише только будешь выходить. Вот такое. Ну и теперь что происходит? Все, что я пишу, этот actual spy записывает. Вот старт мониторинг. Вот оно вот есть. Здесь я пишу какое-то сообщение. Я посещаю какие-то сайты. Я могу смотреть, что там этот actual spy, куда установился. Вот он логи. Куда-то пишет. Вот уже данные. Что-то он делает. О, каждые 2 минуты скриншотом не снимает. Что там происходит. Все записывает. Какие картинки смотрю. А потом раз в 2 минуты берет и отправляет. О, сообщение пришло, что mail-отчет. Открываю, читаю. Администратор. Secret messages напечатал в блокноте. Потом открыл интернет-эксплорер. Вот он его открыл. Потом я.ру напечатал. Потом эксплорер. Потом еще что-то. А потом бывает, что и скриншотики прикладывает. Тоже прям картинки были. Видите, да, что творится. Совершенно в открытую слежу за работой вот этого вот компьютера. Ну, тут вот прятаться, не прятаться. Тут вот все можно настроить. Да, удалить оттуда, удалить отсюда, отовсюду все спрятать. Ctrl-Shift-Alt-F8. И только тогда я появлюсь. И где наша Zimano Keylogger? Она говорит, а что, все нормально, все. Хорошо. Более того, даже если она что-то вякнет, скажет, что-то подозрительно, ты как-то работаешь. Тут же есть возможность добавить исключение. Сказать, не переживай, я Punta Switcher. Номер 3, продвинутый. О, Punta Switcher тогда надо, в исключении. Все. То есть, если у вас есть уже что-то установлено, а потом пришел злоумышленник, и он достаточно элегантен, чтобы что-то там у вас конфигурировать, конечно, он сто раз переконфигурирует. Любой логер добавит исключения, потому что вот здесь вот будем сейчас сходить в настройки. Есть тут где исключения какие-то, вот еще чего-то. Вот тут всегда можно добавить исключение, что эта программа хорошая, ты ей доверяй. Ну, конечно, хорошо, но видите, да, что творится, что тут у нас происходит, нам каждые минуты, что... Ну, даже вот, антилогер там работает. Мы сразу в курсе. Ну, хотя у вас вот сколько антикейлогеров. Может быть, это Zimano, вот этот самый главный, плохой, а остальные, и они уж там, конечно, хорошо справятся. Проверьте. Ну, все-таки можно и активность отслеживать, и процессы следить. Не существует антишпионское программное обеспечение. Ну, видели когда-нибудь антивирус от SIS Internals? Видите ли, Марк Усинович показывал тут на Техэде последнем. Говорит, не покупайте, это не я написал. Но выглядит очень хорошо. Написано SIS Internals, да, мы антивирус, всех все сейчас поймаем. На самом деле, само шпионское программное обеспечение, с этим тоже осторожнее надо быть. Потому что они, может быть, если Касперский, это да, разговору нет, уважаемый продукт. Но, опять-таки, смотря, откуда вы его возьмете, может быть, это будет какой-нибудь Касперский 2014 уже, но это уже, может быть, какой-нибудь SIS Internals и будет. Ну, напоследок, можно вот как сказать, что можно атаковать систему еще и здесь. А как? С помощью root-китов. Root, это в Unix администратора зовут, кит-набор инструментов. Существуют специальные программы, которые позволяют прятаться от всяких антивирусов, кейлогеров, диспетчеров, задач, от всего. Они разных типов бывают. И чтобы понимать, как он работает, можно, конечно, вот так вот посмотреть. Ага, есть Windows, есть там какой-то список процессов. Можно сделать так, чтобы наш процесс был невидимый для других программ, которые сюда смотрят. О, да, все понятно. Но, конечно, чтобы вот это понять, вам нужно, прежде всего, прочитать книжку, там, разработка драйверов на ассемблере для Windows. Ну, когда ее прочитали, вам нужно пойти какую-нибудь такую вот книжку прочитать. Рут киты для Windows. Ну, я не буду там писать дальше торрент, бесплатно скачать. Нет, я скажу, вот, я хочу пить официально. Ну, в общем, существуют различные программы. Вот это вот мне нравится книжка. Ну, видите, как я не виноват. Я хотел честно купить. Он говорит, зачем тебе покупать. Ну, пусть они, может быть, не самые прям новые, может быть, где-то и на английском будут. Но зато там написано, как вот это вот все работает. И сколько тут страниц? Да, 300 страниц. Ну, понятно, что вот если эту книжку прочитать, там уже становится понятно, что ядро, которое я нарисовал, оно из различных диспетчеров состоит. И когда мы хотим узнать, какие процессы работают, то как мы хотим узнать? Мы хотим узнать вот так. Да, Task Manager запускаем, он нам процессы показывает. Или мы открываем командную строку, пишем Task List. Правильно? А что происходит с точки зрения операционной системы? Наша программа запускает функцию, которая называется как-нибудь ps-system-process-information-query. Неважно, как она называется. И вот ps-query-system-information api-функция вызывает функцию какая-нибудь zw-system-query-information. А та функция обращается к структуре ядра, которая называется как-нибудь ps-active-process-list. Неважно, как она называется, имеет название. Что делает RootHit? Он знает, что существуют такие вызовы функций. Он знает, что эти функции лежат в DLL-ках. Знать названия этих DLL-ек наизусть учить не обязательно, они от версии меняются. В Linux вообще ISO-шки называются, а не DLL-ки. И он перехватывает API-вызов так, что подменить свой вывод диспетчеру задач или task-listу. А вот классический rootkit фу. Он еще дальше идет. Он говорит, я даже вообще так делать не буду, я напрямую в эту структуру вклинюсь, которая там ps-process-list или еще как-то называется, неважно, техническая особенность, и ее изменяю. Вы меня-то вообще не поймаете. Вы меня не поймаете, потому что я никакие API не перехватываю. Смотрите, все ваши дейлильки, все прекрасно работает. Знамик, линг, лайбрари, связанные библиотеки. Функция вызывает функции, все функции идеальны. Но сама структура, я ее изменяю. Так, чтобы мой процесс скрыть от вас. Антивирусы, диспетчеры, задачи, все такое. Вы можете сплеснуть руками и сказать, rootkit, фу, у меня два к тебе возражения. Если ты спрятал свой процесс, модифицировав список процессов, то почему твой процесс продолжает выполняться? А rootkit вам ответит, а список процессов не влияет на то, как распределяется процессорное время. Процессорное время распределяется по потокам. Поток я не прячу. Но вы же не потоки смотрите, вы процессы смотрите. Ну и если вы можете отличить процесс от потока, то согласитесь, что да, можно изменить список процессов, продолжая выполняться. Второй вопрос. Rootkit, фу, а кто уж тебя пустит на уровне ядра в нулевом кольце без 0D exploit'а что-то там изменить? А он вам отвечает, а я работаю на уровне драйвера. Я ставлю драйверочек, и этот драйвер MS DirectX Sys будет у меня прекрасно работать и за меня всю работу делать как H4 GetAdmin. Только на уровне драйвера. Я у сервиса ничего просить не буду. Я у драйвера буду просить что-то сделать. А драйверам все можно, они не драйвера, они выше даже, чем система по надежности. Они с устройством работают. У нас даже есть этот rootkit full. Сейчас на него посмотрим. Вот у меня есть это вот XP. Давайте я ее вот так снова запущу. Там уже, ну, чтобы не было подозрений, что она как-то уже где-то заразилась, пропатчилась. Совершенно чистая машина. И есть rootkit, который в открытом доступе. Все уже есть. Что вы можете делать? Вы можете брать этот rootkit. Вот что у нас тут. Сетевой адаптер. Все правильно. вот где трудкеты. этот full rootkit. Мы его прочитали, мы код изучили. Вот экзэшка это то, чем он является. Давайте убедимся, что драйвера MS-Direct-X-SYS сейчас нет. Как мы в этом убедимся? Вы всегда можете посмотреть, какие у нас запущены драйверы. если запустите MS-Info MS-Info32 программку System Information. Она много всего интересного расскажет, в том числе красиво покажет, какие драйверы запущены. System Drivers MS-Info32 что у нас тут? Где у нас MS-Direct-X? MS-F, MR-X нет. Понятно, да? Теперь мы начинаем играть. Допустим, мы уже все, 0D exploit, они в Spark идут, скомпрометировали систему и хотим прятать наши кейлогеры, наши трояны, которые после обеда сделаем, наши бэкдоры, все это хотим спрятать. Task List диспетчер задач показывает все, что работает. Допустим, наш троян вот такой. Ага. Ну, это стандартный прием использовать калькулятор вместо трояна. Сейчас, конечно, он везде сверкает. Вот оно. Калькулятор 260. И как бы нам сделать вот такую технику, чтобы либо обход был на перехвате опишек на разных уровнях, либо вот эту структуру подменить. Руткид говорит, я с этим разобрался, я знаю, где все лежит, меня уже написали, меня уже скомпилировали. Ну, можно написать фу для Windows 7, кто скомпилировал, дайте мне, а то компилировать не умею. Исходники, все, пожалуйста, есть в открытом виде, даже на диске есть, скачать любой человек может. и вот этот фу, он говорит, какой у вас троян, 260-й? Да, 260-й. Ну, какой синтаксис? PH? Да, PH. Что, все? Все. Проверяем. Task list. Что-то нет у нас калькулятора. Открываем диспетчер задач. Какие у нас тут процессы? Где у нас калькулятор? Нету калькулятора. Ну, вот же он калькулятор. Смотрите, могу считать. Да, он работает. Да, вот он все хорошо. Где? А он вообще здесь нет в списке. Это не то, что я от имени кого-то запустил. Все. Он просто не показывает. А работает? Работать работает. Ой, как ты хитро сделал. Смотрим, какие у нас драйверы. Рефреш. И теперь MS-DirectX, C-Tools работает. Поскольку так низко они работают, очень сложно их обнаруживать. Потому что антивирус же не знает, может это операционная система такая, может это драйвер такой, может это реально такое поведение. Не может понять. К тому же драйверы стартуют раньше, чем стартует любой антивирус. Они в момент загрузки могут стартовать. Конечно, они тут же побегут во все антивирусы и скажут антивирусы, вы нас не трогаете, мы хорошие, вы нас в исключении. Это так работают руткеты, позволяют злоумышленникам процессы прятать, повышать привилегии. Хакер, Defender, тоже классический руткет, хороший. И определить его никак нельзя. Потому что когда он уже заработал, прогрузился, вы в упор смотрите, а он уже спрятался, уже работает, вы утилитами и с живой системой его уже не обнаружите никак. Но вы можете обнаружить его на файлах. Да, DIR команда сейчас не работает. Пока система работает, все, у вас уже ничего нет. Руткет взял под себя. Считайте, вы как в гипервизоре уже работаете. Но вы можете определить его по файлам. Вот сам файл, он же запускается, и вы говорите, я сейчас тебя найду. DIR с ключиком H. Покажи мне все скрытые файлы. А вам DIR говорит, а вот не буду показывать. Как не будешь? Ну, если я спрятал процесс, то файлы и подавно спрячу, и ключу реестр и подавно спрячу. Ладно, я тогда тебя возьму на жестком диске, принесу в нормальный компьютер, незараженный, подключу извне, и потом сравню два раза, что ты показываешь здесь. Это, конечно, сложно. Это, конечно, большое исследование, это, конечно, большое расследование. И есть даже курс отдельный расследователь компьютерных акцессидентов. Там уже затевать всякие энкейсы, access data и ftk, и проверять на 16-ти личном виде, уже говорить, о, да, вот он, rootkit сидит. Но это уже возможно, когда система выключена, когда мы берем жесткий диск и вот так по нему ходим, пытаясь найти этот rootkit. Или же, если дело касается фу, ну, это классика. Классик, конечно, любой Windows Defender знает современный. И он его по сигнатуре просто ловит и все. Это анти-root киты, которые позволяют что там в реестре смотреть, что в файлах. Ну, конечно, если кого-нибудь касперский антивирус, анти rootkit тоже. Потом хакеры думают, говорят, да, ловишь ты нас на уровне файлов, мы спрячемся в НТФС потоке. То, что есть НТФС потоки, это никакой не хакинг, это fundamentals, это НТФС, основа всего прочего имеют еще и потоки. Читали когда-нибудь про НТФС чего-нибудь? Наверное, сейчас уже поздновато, но учиться никогда не поздно. НТФС техникул референс прям go на сайт Microsoft читать. Помните, Керберос показывал, да? Неплохо изучить. То же самое здесь. Что такое НТФС? С точки зрения Microsoft. Это вот что такое. Хорошо. А как ты НТФС работаешь? Вот так я НТФС работаю. Что-то по-английски. Может быть на русском? Попробуйте. Может быть хоть это перевели. Вот здесь где-то в конце написано, знаете, что у нас еще есть альтернативные потоки данных. Также неплохо НТФС док посмотреть, как на НТФС Линукс смотрят. И вот когда вы это знаете, вы совершенно спокойно понимаете, что файл это не файл. А что файл с точки зрения НТФС? Это объект с набором атрибутов. Есть у файла атрибуты имя, размер, только для чтения. Есть атрибут, который называется дата. А есть атрибут, который называется дата 1, дата 2, дата 3, но он может быть, может не быть. Так вот в этих дополнительных атрибутах с данными могут храниться данные, но файл, вот он как был, так и остался. Ну и можно поиграть хоть на хостовой машине, хоть на виртуальной, хоть 2008, хоть 2012, везде, где есть МТФС, везде будет такая вот возможность. Открываем командную строку и скажем вот в файле redmi.txt выдай мне такой текст. Вот есть такой у нас файлик. А теперь я скажу. Теперь мне напечатали вот такое вот сообщение секретное в redmi вот так вот. У нас по-прежнему есть файлы redmi.txt его размер не изменился ни капели. Вот как он был так он и остался. мы по-прежнему можем его читать и это redmi вот есть. А теперь если мы хотим прочитать секретное сообщение ну может быть надо полностью подписать к этому файлу или по-моему notepad умеет так его открывать type полный путь хочет ответить вот он секрет. А если будет не текстовый файл а exe файл можно можно а я его найду нет уже никогда не найдешь знаете да в альтернативных потоках данных можно все что угодно спрятать даже а я извлечь могу могу извлечь ну type эхо плохо извлекают катом из сегвина можно достать кто не верите проверьте совершенно простая а как защититься стримармор есть или от русиновича возьмите утилитку он вам будет это засекать но опять-таки смотря какой антивирус если там продвинутый касперский он скажет я в курсе всех дел функционал в себе имею но тогда он должен понимать что есть еще альтернативные потоки данных за ними тоже нужно смотреть давайте посмотрим у нас же есть такие инструменты вот зайдем прямо в гости к системе тернелс много всяких утилиток и вот стрим что ли она называется да вот она стрим с утилитка пишем стримс он говорит давайте вы меня натравите куда и я вам покажу где есть какие альтернативные потоки и я сейчас скажу ну-ка эхо тест редми текст альтернативный поток вы нибудь вот так вот и потом вот этот стримс направим направим прям вот на конкретный каталог тоже точка что ли поставить ему ну ладно вот я его нашел не точку звездочку надо ставить да вот да я все проверил редми текст я его нашел нет это если мы подозреваем что там что-то есть вот мы можем сказать вот диск давай проверяй ключиком с рекурсивно ну и то видите он говорит я так не могу вы мне маску скажите тогда я буду проверять тогда я вот так говорю звездочка точка звездочка и он ну тоже видите с ключиком с уже не берет а то тоже я проверил вот про этот ничего не могу сказать он занят его прочитать не могу а так больше ничего не нашел а у себя в каталоге среди всех нашел чего ну да у себя в каталоге среди всех файлов нашел вот такой редми текст это командные строки но есть и графические может файлов подкачки содержаться везде может содержаться в любом файле в любом каталоге везде это может быть поддает стиганографии да стиганография это когда вы не шифруете а скрываете сам факт присутствия какого-то сообщения или экзефайла мы говорили о стиганографии когда изучали безопасность криптография может быть помните маскер изучали утилитку там как-то смотрели так вот стиганография бывает очень разных типов что вы точно должны знать это утилитка снову она классика почему снову потому что пробелы добавляет и с текстовыми файлами работает наглядно можно продемонстрировать что да вот она стиганография вот оно сообщение вот оно в текстовом файле где оно не печатные символы вы их не видите но оно есть но вслед за классикой идут другие инструменты которые могут что-то прятать в картинку в музыку в видео много разных инструментов они у вас есть на диске можете провести время чтобы посмотреть как можно информацию одного файла прятать в другой файл аудио видео всякие методы есть под спам мимикрирует стиганография притворяется какими-то логами а можно определить что там стиганография можно заподозрить за счет чего например есть у вас картинка за счет чего туда что-то прячется за счет того что есть незначимый бит например цвет миллион цветов мы можем говорить два бита откусываем и в эти два бита пишем свою информацию вы все равно не заметите что он больше красный меньше красный вам будет незаметно а вот эти два бита будут нести информацию потом мы анализируем и говорим что-то подозрительная картинка потому что цвет если красный то он красный так и идет а у тебя он красный как-то туда-сюда что за переливы такие что за шум такой у тебя наверное там стиганография а можно сказать это не стиганография это мы снимали на такой плохой фотоаппарат на телефон снимали это шум такой идет поэтому передача цветов цветов неровная поэтому либо вы будете подозревать что есть стиганография а ее там нету либо вы ее не найдете даже если найдете мало того что стиганографировано еще и зашифровано стиганография конечно совсем хорошо ну и следы скрывать это значит удалить логи файлы свою почистить аудит выключить ну все наверное используете у себя дома ну так на всякий случай вот даже про реквизитов у нас нет а где здесь вот оно запустили установили ничего не надо он он видите как интересно прям в корзину прописывается и когда вы его хотите позвать в корзину обращаетесь правая кнопка запустить ccleaner ну можно открыть посмотреть и он говорит значит смотри временный интернет файл удаляю историю кукасы мукасы все удаляю всяких приложений все удаляю из файерфокса знаю как чего удалять что вы открывали в акробате в реестре ну вот почистились если даже вы где-то сверхнули какой-то историей логин пароль сохранили он все вытирает быстро автоматически так то же самое если вы активность нежелательную кракерскую проявились можно тоже этим все стирать а ccleaner не один не полно всяких вы можете с ними познакомиться хакинг системы много разных техник вы можете атаковать его по-разному можно атаковать пароли атаковать сервисы повышать привилегии взаимодействию с другими процессами с сервисами на драйвера смотреть внимание на то как повышается привилегия самыми разными способами с выполнением приложений без файлы потом можно спрятать следы можно удалить на каждом этапе свои инструменты если их применить в процессе пентэйсинга отчет писать это будет ваша такая большая основная работа остались ли какие нибудь вопросы есть инструменты для распознавания стегонографии они у вас на диске присутствуют зайдите прям вот там отдельным каталогом ну вы когда и будете запускать ну предварительно застегонографировали какой нибудь файл и он вам скажет вот тебе ползунок выбирай степень чувствительности либо могу быть излишне подозрительным либо я могу так вот не очень сильно реагировать на то что стегонография есть все поэтому вы можете сказать любое малейшее отклонение считай стегонографией от того что обычно должно быть либо так либо так поэтому 100% найти стегонографию сложно можно где угодно если у вас есть файл то не важно по сети он передается или локально всегда можете его исследовать сделаем перерыв потом вернемся про трояны про вируса поговорим